Всем привет! У меня сегодня долгожданное для вас видео о моей коллекции. Это не вся коллекция. Пока я вам покажу мою коллекцию Dimensions. Многие девочки спрашивают, есть ли у меня в коллекции такие наборы. Есть у меня наборы. Их, правда, не очень много. Два из них у меня в работе. Еще хочу для вас сразу сделать небольшое объявление. В магазине Мир Вышивки большое поступление долгожданных перевыпусков Dimensions. Мне девчонки написали. Уже многие пошли, сделали покупки. Можете воспользоваться моим промокодом. В описании под видео есть промокод, который даст вам 10% скидку на ваш первый заказ. Если вы ни разу еще не делали заказ в этом магазине, то можете воспользоваться 10% скидкой. Вся информация есть в инфобоксе. Ну и сейчас хочу вам показать первый мой набор. Почему говорю первый? Потому что с этого набора началось мое знакомство с фирмой Dimensions. Сначала я увидела этот сюжет на Алиэкспресс у фирмы NKF. Но мне не нравятся нитки NKF. Поэтому я думала заказывать или не заказывать. А потом вдруг узнала, что оказывается это сюжет от Dimensions. Но димаманам и вышивальщицам с большим стажем это может показаться странным. Но у меня не очень большой стаж в вышивке по сравнению с другими девочками. Поэтому я знакомлюсь постепенно с производителями. Конечно же я начала свои вышивки с дешевых наборов. На дорогие мне было жалко денег. И я еще не знала, что я буду заядлой вышивальщицей. Ну а когда я поняла, что это хобби со мной надолго, тогда я уже стала покупать оригинальные наборы Dimensions. Конечно же еще до раритетных я не дошла. Вот. В общем в процессе, как я буду вам показывать мою коллекцию, я буду рассказывать вам о моих вкусах. Нравятся мне эти наборы или не нравятся. Сейчас давайте покажу Мэгги рукодельницу. Потому что спрашивают все, как поживает Мэгги. Но я не показывала, на какой стадии у меня находится вышивка. Вот так у меня вышито. Это конечно же немного. Это еще не одна четверть картины. Но картина сложная. Сложная тем, что на 18 конве мне тяжело вышивать на мелкой конве. Поэтому продвигается в час по чайной ложке. И только при дневном освещении. Ну я в основном стараюсь днем работать. А вечером сейчас короткий световой день. В общем летом у меня хорошо продвигалась эта работа. А сейчас она немножечко застопорилась. Я вышиваю на 14 конве. Либо бисером вышиваю. А эту работу пока отложила. Я уже не помню последний отчет, когда у меня был по этой картине. По-моему даже еще котика не было видно. Ну в общем вот это все я вышивала. Уже не показывая вам. Дошла до самого сложного участка. Вот здесь вот такой будет участок. Здесь фон зашивается одним цветом. Но здесь разбросаны вот такие вот крапинки. Красные полукрестом. У меня не хватило терпения вышивать это все каждый раз закрепляя ниточку. И я делаю протяжки. Делаю протяжки. Поэтому изнанка не особо красивая. Вот здесь где сплошняком все зашито. Здесь у меня более-менее изнанка. А вот уже вот тут у меня протяжки. Ну и на 18 конве для моего зрения, для моих глаз закреплять нитку микростежком для меня очень тяжело. И иголка в наборе. Иголочка, как вы знаете, у Dimension ступая. И вот такой иглой мне микростежком тоже очень тяжело закреплять. И даже ее просовывать под стежки тоже сложно. Но некоторые скажут, замени иглу. Не хочется мне заменять, потому что именно этой иглой вышивать мне нравится. Она как раз попадает в дырочки. И если бы я вышивала острой иглой, то на 18 конве у меня вообще здесь были бы ужасно кривые крестики. А так они у меня более-менее сносные. Хотя вот я сейчас без очков. Я их вообще не вижу. Ну, когда одену очки, вижу. Ну, в общем, вот так дошла я уже до котика. Вышивать очень интересно. Вот эти мелкие детали. Вот видите, да, уже у меня бэк здесь вышит. Я не оставляю бэк на потом. Вот я, например, вышила участок. Пяльцы передвигать нужно. Я стараюсь на этом участке сделать бэк и идти дальше. Потому что бэкстича здесь очень много вот в этом наборе. И я думаю, что если я его оставлю на потом, то я его не завершу. Вышитая картина будет лежать. Меня не раздражает бэкстич. Но когда его слишком много, то я его откладываю на потом. Я все-таки люблю вышивать крестом. А вот такие вот детали, элементы, всякие пришивные, они мне очень нравятся в готовой работе. Но в процессе я их почему-то всегда откладываю на потом. Поэтому для себя я выработала такую тактику вышивки, что я не буду оставлять на потом. То есть вот я иду определенными участками. И чтобы мне не возвращаться назад, я завершаю полностью вот то, что находится в пяльцах. Я вышиваю вот на таких пяльцах 20 сантиметров. Очень удобно. Кстати, канва 18 можно было бы и мельче пяльца взять. Но если учесть, что картина большая, я вот так заворачиваю и вот так закрепляю. И у меня видимый участок остается еще меньше. Вот так. Ну, в общем, в любом случае на 20 сантиметровых пяльцах мне вышивать удобнее. Вот этот сюжет меня просто покорил, когда я его увидела, именно тем, что здесь большое количество мелких деталей. Но и, в общем-то, рисунок, да, такой, можно сказать, правдоподобный. У меня как раз вот такое же большое количество коробочек разных. На столе кошка лежит. Вот такая игольничка у меня есть. Есть точно такие же ножнички винтажные. Арбузик вот такой от Риолис я вышила. В общем, я когда смотрю на эту картину, мне кажется, что это про меня. Вот про меня, про моих кошек здесь еще Ричарда не хватает. Но Ричарду не разрешается лежать на столе. Он лежит на полу или на диване. Ну, в общем, если представить, что здесь рядом еще диван и лежит Ричард, это, в общем-то, как раз моя история. Когда видео снимала, я забыла. Тут есть Ричард, он сидит под столом. Представляете, когда я эту картину покупала, Ричарда в нашей семье еще не было. А он здесь есть, посмотрите. Я только когда монтировала видео, я увидела и пришлось сделать эту вставку. И вы видите, кошка лежит на пяльцах. Вот точно так же, как мои кошки лежали на моем станке. Я в предыдущих видео показывала отчет о снежном барсе от Dimensions. И как раз на станке лежали кошки. Я почистила картину. Теперь не разрешается кошкам там лежать. Напомню вам, какого барса я вышиваю. Вот этого барса вышиваю. В этом видео отчета не будет, потому что я там не продвинулась. Предыдущий отчет, вот я как показала, больше я не вышивала за последнюю неделю. Поэтому мне нечего показать. Я просто вам напоминаю, о каком барсе идет речь. Там тоже где-то одну четверть я картины вышила. Очень нравится мне вышивать этого барса. Меня нисколечко не смущают нити в 5-6 сложений, в 3, то, что они меняются. Но не всегда у меня получался полукрест в несколько сложений, чтобы он идеально ровно ложился. В общем, пока я набила руку, вот этот участок, начало, там мне не очень нравится. Я даже не знаю, распарывать или нет. Это потом, когда я уже картину закончу, я решу, посмотрю. Вот, или ко мне кто-нибудь придет в гости, посмотрит внимательно. Посоветуюсь, как это смотрится сильно, ужасно или нет, тогда распарю. Сложно вот эти участки, а снежинки сложно вышиваются, потому что они разбросаны в несколько нитей, нужно закреплять постоянно. Вот в одной снежинке там несколько цветов. А вот в этом сложность. Я не люблю вот такие разбросанные точки по всей картине. Но, конечно же, я их вышиваю, иначе не будет картина полной и красивой. Так, это не цена. Барс покупался дорого. За 3,600, когда еще только-только было подорожание. Это Тимур мне дарил эту картину. Что хочу сказать о нитках Дименшинс. Нитки мне нравятся. Ну, в принципе, они всем нравятся, я думаю. Вот, планшетка немного смущает. Я все равно люблю обычные планшетки, где дырочки. Но ничего, я приспособилась. Сейчас покажу, как я упростила ключ. Вот видите, у меня здесь написаны номера у Дименшинс. В ключе номера вот так идут. Вот, видите, да? Ну, а мне удобнее вот так пронумеровать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в ключе я ищу вот этот номер. И напротив ставлю цифру 1. И если я, например, беру ключ, вижу какой-то значок. Напротив этого значка стоит у меня 5 или 8. То я на планшетке долго не ищу. Сразу беру. Это вот, может быть, кому-то пригодится на заметку. Но все-таки у меня чесались руки вот так отрезать. Перевесить все на планшетку с дырочками. А оставить это как образец. Вот образец нитей. Вот так вот. Не знаю для чего. Может, когда-нибудь что-то подбором мне нужно. Эту же картину нужно будет вышить. Хотя не знаю. Вышивать второй раз картину, тем более большую, вряд ли я решусь. Вот. Ну, в общем, заплела в косы. Вот так заплела в косы. Но все равно путаются. Все равно вот путаются они. Постоянно приходится их разбирать. Это единственный минус в Dimensions. Что мне не нравится, что вот такие вот длинные косы. Кошки постоянно хотят играть с этими косами. Я их беру, начинаю вытаскивать нитку, и кошки просто сходят с ума. А когда на простой планшетке, они нормально переносят эту процедуру. Когда я вытаскиваю нитки. Они спят просто спокойно, рядышком. Ну, опять же, это такие нюансы. Не настолько это прям критично. Это я так уже, чтобы вас повеселить. Ну, в общем, мне осталось совсем чуть-чуть, да. Вот сюда дойти, до верху. Вот так вот, значит, я вышью. И потом буду продвигаться вот в эту сторону. У меня нет какой-то определенной техники, как я двигаюсь. Я двигаюсь по рисунку. Вот как мне удобно. Если вот здесь пойдет рисунок так удобно сюда влево, и то я отсюда буду продолжать. Могу передвинуться вот сюда вниз, одеть вот тут пяльцы и сюда продолжать. Я еще не знаю, каким образом. Ну, в общем, нет у меня определенной какой-то техники. Все на ходу. Вот куда удобно, в ту сторону я и двигаюсь. Вышиваю по цветам. Не люблю вышивать парковкой. Для этого нужно одно место. Нужно парковать эти иголочки, чтобы они не потерялись. У меня нету такого определенного места. Каждый раз я все это убираю вот так в пакет или в коробку. Вот. И, в общем-то, мне неудобно. Я пробовала вышивать парковкой. Это не мой метод. Я умею, но не хочу. Не знаю. Почему-то у меня не прижился этот метод. Ну и теперь хочу показать, какие наборчики есть в моей коллекции. Начну я с мини. Петит Голд Коллекшн. Вот такой Дед Мороз. Это когда-то в Леонардо. Еще были старые цены. И остатки были наборов. Они стоили недорого на тот момент. Уже везде было подорожание. И я их купила. Вот как раз только-только я узнала, что такое Dimensions. И в Леонардо прекратили уже потом Dimensions продавать. Но я успела купить по старой цене несколько наборчиков. Один из них вот этот Дед Мороз. Ну, конечно, многие уже вышли. Понятно, у кого большой стаж уже вышивания. Они давно вышли. И вот, кстати, пишут, что зачем вы вышиваете одно и то же. Я не знаю, одно и то же это или нет. Я вышиваю недавно и увидела дизайнные сюжеты. Они мне понравились. Я их купила. Я совершенно не бегала по Ютубу и не смотрела. Много человека отшивают или мало. Я покупаю все сюжеты, если они мне нравятся. Я даже не знаю, насколько он популярный этот сюжет или нет. То есть понравилось и купила. Вот как раз под предыдущим видео о покупках мне писали. Хотелось бы поподробнее узнать, как вы покупаете наборы. Что вами движет? Вы знаете, я простая русская женщина. У меня все происходит спонтанно. Вот увидела у подружки и захотела такой же. Но это так происходит у большинства. Вот я, например, на Ютубе блогеров смотрю. У кого-то увидела красивый отшив. Вот речь как сейчас идет об игрушках. Там у меня копии Dimensions от Амишоп. Я увидела у Марины и мне понравилось. Я пошла купила. Я думаю, так происходит у большинства. Никакой здесь нет магии. Ничего-то нет сверхъестественного. Все просто потому, что нравится. Все больше я не знаю, какие эпитеты мне применять к моим покупкам. Вот увидела, понравилось, купила. Конечно же, не в первый день я покупаю. Я уже рассказывала. А уже несколько дней или недель мне нужно на раздумья. И только если я не перехочу, то я эти наборы куплю. Вот эти вот наборы два как раз я купила спонтанно. То есть я вот увидела их в Леонардо. Тогда я еще мало знакома была с Dimensions. Но я не прогадала. Я потом увидела уже в интернете, что они очень популярны. Ну вот мне просто они понравились. И была на них хорошая цена. Я сейчас точно уже не скажу, сколько они стоили. Но помню, что они были дешевле, чем в магазинах. А вот этот наборчик был куплен. Это тоже один из первых наборов Dimensions, который я купила. Вот видите, осталась цена 580 рублей. Я уже показывала. В магазине была распродажа наборов у нас здесь в Оренбурге. Маленький отдел был. И там я увидела вот этот наборчик и купила. Потому что я знала, что дорожают наборы Dimensions. Увидела вот такую цену и купила. Но очень нравится сюжет. То есть не только из-за цены я купила. Обожаю кошечек, собачек, животных. А цветочки еще больше люблю. Ну а здесь котик спит в цветочках. Но это все. Это мой сюжет. В общем и цветочки и кошечка. Вот такой классный наборчик. Подарок. От Светланки. Классный, да? Я люблю сиреневые цветы. Сиреневый, розовый люблю вышивать. Вообще люблю цветы вышивать. И вот такой вот красивый наборчик мне подарила Светланка. Ну, конечно, сложность. Все это 18 канва. Понятно, что все это я буду вышивать очень медленно. Но вот это прелесть. Я, кстати, думала вышить этот наборчик. Не знаю. Может, потом маме его подарю. Мама у меня обожает сиамских кошек. Ну, это, видите, лапки белые. Это, скорее всего, бирманская порода. Не сиамская. Но не столь важно. Вот эти голубоглазые существа из семейства кошачьих. Ну, просто покорили мое сердце. Ну, как можно не купить? Вот что мной движило, когда я купила этот набор. Я увидела эти глаза. И все. И поняла, что эти глаза не против, чтобы я их вышивала. Ну, обалденный набор. Ну, согласитесь. Такие красивые цвета. Голубые, бирюзовые. Да, хочу еще сделать такую поправку. Я люблю китайский Дим. У меня нет ни одного американца. Я не хочу разбирать нитки. Слышала, что у многих девочек бывает нитки линяют. Ну, то есть меня не тянет к американскому Диму, потому что это раритет. Мне нравится сюжет. Мне нравится качество вот этих ниток. И я не хочу ничего менять. Мне именно нравится китайский Дим. Я не фанат Dimensions, поэтому для меня не имеет значения, американский это Дим или китайский. Или даже если это копия от Amishop, если она качественно выполнена, это копия. Многие, кстати, про авторские права пишут. Но меня это не касается. Это пусть касается производителей. Если Dimensions не против, что Amishop такая известная, популярная фирма и выпускает их дизайн, меня вообще это никак не должно волновать. Абсолютно. А есть ли у них лицензия, нет ли лицензии, это пусть с ними судится Dimensions и выясняет. Меня вообще, как потребителя, этот вопрос мало волнует. И тем более, что я не являюсь поклонником Dimensions. И для меня не важно купить обязательно оригинальный набор. Так, и вот сейчас я принесла большие наборы. Вы знаете, у меня здесь не все наборы, потому что у меня одна коробка большая у мамы. Мы дома планируем ремонт делать, и мне нужно куда-то все это срочно вывозить. Но пока я вывезла вот только две коробки, а эти остались дома. Хотела пойти у мамы взять эти наборы, но мама говорит, я обклеила ее обоями и положила на антресоль, потому что коробка некрасивая была. Мама думала, что это мне в ближайшие годы не пригодится. И так решила этот вопрос с коробкой. И мне нужно теперь все это разорвать для того, чтобы достать. У меня дома достаточное количество наборов. Я могу вышивать в ближайшие годы. И мне действительно незачем сейчас идти и распотрошить эту мамину коробку. Но только если вам показать, многие просят показать коллекцию моих наборов, но не получится. В ближайшее время не получится. Вот то, что есть дома, то я вам показываю. Вот этот наборчик показывала вам недавно. Это мне подарки были. В общем, у меня в октябре день рождения, потом в ноябре день вышивальщицы. И много подарков я получила и от Тимура, и от подружек. И мама, и сын мне дарили деньгами, чтобы я купила себе наборы. Ну, потому что они не знали, какие наборы я люблю. И они знали, что я ничего другого в подарок получить не хочу. Вот. Поэтому вот так был решен вопрос. Мне дали деньги, я заказала наборы. Вот эту деревеньку, она очень популярная сейчас на Ютубе. Многие хотят ее вышивать. Многие уже ее вышили. И вот, девчонки, если будете писать, что все вышивают одно и то же, если вы мне будете писать, что неинтересно смотреть видео, а потому что все одно и то же вышивают, но вы тогда лучше отпишитесь. Я не знаю. Я не буду отвечать на такие вопросы. Я считаю, вообще они некорректны. Если другие девочки вышивали этот набор, а мне что, не вышивать, если он мне тоже нравится, если я блогер, и у меня есть свой канал, я что, не должна вышивать то, что мне нравится? Я должна вышивать то, что хотят видеть зрители? Я считаю, это неправильно, потому что канал это не моя работа, канал это мое хобби. И я хочу вышивать то, что мне хочется. И вот если все уже вышили эту деревеньку, а я недавно вышиваю, я тоже хочу вышить такую деревеньку. Поэтому, ну, странно, да, искать на ютюбе что-то новое и креативное. Блогеры рукодельные ничем не отличаются от страничек в соцсетях. Там выкладываем мы фотографии, а здесь мы выкладываем видео. Но, по сути, это то же самое. Это не образовательный канал, это не развлекательный канал. Я просто показываю вам здесь свои работы, свои продвижения, свои покупки. Но у меня нет задачи делать свой канал профессиональным. Я не стремлюсь попасть куда-то на телевидение. Мне вполне достаточно моего блога. И я знаю, что я буду вышивать в ближайшее время картины, которые вышили уже другие девочки. Вот, поэтому, ну, ничего нового вы у меня не увидите и креативного. Хотя я не знаю, да, как все говорят, не зарекайтесь, вдруг завтра на что-то занесет. Вот, в общем, тоже вот эти олени. Ну, конечно же, этих оленей я увидела у других вышивальщиц, которые их вышивали три года назад и пять лет назад они их вышивали. А я тогда, пять лет назад, только начинала вышивать. И для меня эти олени были недосягаемые. То есть мне до них, как до луны, я вообще не представляла, каким образом я вышью такую огромную картину на 18-й конве. Я думала, что никогда в жизни я этого не смогу сделать. Но сейчас я поняла, что я уже к этому готова. И потихонечку, потихонечку я смогу ее вышить. Ну, в общем, я до нее доросла. Я считаю, что до многих сюжетов и до многих картин нужно дорасти. Потому что пять лет назад, когда я видела набор Dimensions, видела цену и не понимала, почему девочки говорят, что лучше купите нитки DMC, нафига вам нужны дешевые нитки. Я думаю, да что жиру беситься. Купили бы он. Подешевле. Вообще подбором бы вышили. А когда я уже более опытная стала вышивальщица, я уже поняла, что не всегда копии такие же получаются, как оригинал. Во-вторых, я поняла, что намного приятнее вышивать качественными нитками, много часов проводить за вышивкой. Нужно получать удовольствие от процесса. Раньше я думала, что получают удовольствие от большой картины, когда она висит на стене, и люди хвалятся, вот смотрите, что я вышила. Это когда я только-только начинала вышивать. Мне так казалось. А сейчас я поняла, что дело даже не в готовой картине, а в процессе. Ну, и хочется, чтобы этот процесс шел в удовольствие, чтобы ничего не напрягало, не смущало, нитки были приятные, не путались, не рвались. И, конечно же, устала я обращать внимание на дорогие наборы. Раньше я просто до них не доросла. До популярных фирм, где дорогие комплектующие и цена на наборы высокая, я просто до них еще не доросла. Ну вот сейчас уже дорастаю, начинаю покупать, начинаю разбираться. Помню, когда-то был такой оскорбительный комментарий. Ой, куда Инесси до Дименшинс? Ну, задел меня немножко этот комментарий. Я считаю, что, ну, не все пришли на YouTube опытными. Да, я тоже была неопытная когда-то. Так же, как и все вы. Но я совершенно этого не стесняюсь. Я учусь вместе с вами. Мне зрители подсказывают. Вот у меня есть видео, где я не знала даже номера иголок в нашем магазине. Мне сказали, что номера идут там в обратном порядке, чем там 28-й, это толще. Ну, то есть, многих вещей я не знала. И мне подсказывали зрители. Я думала, что наборы Дименшинс комплектуются нитками DMC. Но мне потом девочки подсказали, что у Дименшинс свои оригинальные нитки. У меня тогда еще не было ни одного набора Дименшинс. Ну, в общем, многих я нюансов не знала. И спасибо девочкам, которые не подкалывают, не хамят, а просто подсказывают, делятся опытом. Я очень благодарна таким зрителям, которые с первого дня на моем канале. И вместе с вами я учусь вышивать. Вот такой у меня набор Дименшинс. Мне подарила зрительница. Планирую вступать в совместный проект. У Юлии Сайкиной будет совместный проект по павлинам. Здесь 14-я канва. Здесь мне все будет легко. Классный вот такой наборчик. Канва светло-кофейного цвета. Она не молочная, молочная светлее. Здесь светло-кофейный. Обожаю павлинов. Павлинов, цветы, бабочки. Обожаю я просто это. Ну, в общем, вот этот наборчик у меня идет на очереди. Вообще, я планирую вступить в СП по павлинам, к Светланке Абакаровой, вступить, вышивать розы. Пока в ближайшее время новые наборы я не планирую вскрывать. Нужно дошивать то, что у меня есть. Но я девчонкам обещала, что я вступлю. И у Кати вышивальная черепашка, я тоже вступлю. Но с Катей проще. К Кате я со своим барсом от Dimensions вступила. Там как раз вышиваются наборы, которые очень медленно продвигаются, которые давно начаты. Там не обязательно мне новый набор вскрывать. Ну, а здесь у меня нет в процессе роз и нет в процессе павлинов. Но поскольку девчонкам обещала, что вступлю, я вступлю вот с этим наборчиком. И еще мне Светланка Абакарова павлина подарила. Но тот павлин от чудесной иглы. Я очень хочу за год вышить два павлина. И Светланкиного от чудесной иглы, и вот этого. Но не знаю, как у меня получится. Вот опять же, я не знаю, какого начать в первую очередь. Но я еще решу этот вопрос. Может быть, зрители мне напишут. От чудесной иглы еще мало отшивов. Но я быстро все равно не вышью. Все равно мне не получится вышить первый и показать вам в первых рядах. Наверное, вот этого павлина тоже вышивали многие. На каналы, на которые я подписана, мне не попадался этот павлин. Поэтому я не знаю. Много, мало. Он мне очень нравится. Обалденный павлин. Я его буду вышивать. Так, дальше. Вот такой замечательный наборчик. Мне подарили девчонки, когда я была в Энгельсе. И девочки из Энгельса, из Саратова собирались. И подарили мне вот такой набор. Если честно, я вообще такой сюжет не видела. Но надо же так угадать мой вкус. Я уже говорила, люблю сирень вышивать, бабочки, цветочки. Здесь и сирень, и бабочки, и цветы. Ну, это просто сказка. Обалденный набор. Вышивается на 16-й конве. 16-ю тоже я нормально вышиваю. С 18-й у меня сложности. А 16-й у меня сейчас нормально идет. Очки помощнее заказала. А через лупу не могу вышивать. Вот, уже пробовала всяко. Разные брала. Нет, девчонки, не мое. Вот, люблю вышивать в очках. Тоже очень хочется. Ну, я когда все свои наборы достаю, мне их все хочется сразу вскрыть и сразу начать вышивать. Но все-таки я решила делать это по очереди. Вот так красиво выглядят нити. Здесь есть металлизированная ниточка. Обалденные цвета. Вот здесь молочная канва. Она не такая темная, как в предыдущем наборе. Немножечко посветлее, но не белая. Молочного цвета. Вот такой. Не все сюжеты еще Dimensions я знаю, потому что я не просматривала отдельно все Димы. И такого сюжета я не видела. Для меня это такая приятная неожиданность была. И еще и неожиданно было, что мне очень понравилось. Вот. Но мы когда дарим друг другу подарки, всегда переживаем, угодим или не угодим, понравится или не понравится. Но вот с этим набором прям все в точку. Девчонки попали прям от души. Спасибо вам большое, девочки, за такой шикарный подарок. Вот такой еще тоже классный был подарок у меня от Светланки. Она мне такой подарила сапожок. Но она знала, что я его хочу. Мы с ней обсуждали этот вопрос. Тоже это было давно. Это, по-моему, первый был сапожок, который мне понравился. Но можно сказать, он на тот момент был единственный. Я не видела, я не представляла, как я буду вышивать другие сапожки, но этот мне очень понравился. Хотя, в принципе, здесь сюжет, это не православный сюжет. Я сейчас точно не могу сказать, наверное, католический. Но сам сапожок мне очень понравился. Илья у меня неверующий человек. Кстати, не сапожок, а носок. Всегда говорю сапожок, а нужно говорить носок. Илюшка у меня человек неверующий сын. И я вышью им вот такой носочек. А Алинке я покупала носочек от фирмы Панна. Там сюжет, там наш российский Дед Мороз из наших сказок, из наших мультиков. А здесь сюжет, скорее всего, католический. Ну, если я не ошибаюсь, ну, скорее всего, это так. Ну, в общем, это будет для сына. Теперь, наверное, уже для Василисы. Хотя я хотела детям вышить. Я хотела, чтобы на одном сапожке было написано Алина, а на втором Илья. Ну, эти сапожки я для детей. Конечно, дети у меня уже взрослые. Но я, как любая мамочка, все равно хочу что-то делать для детей. Вот жалко, я не вышивала, когда мои дети были маленькие. Тогда бы эти сапожки лежали под елкой. Ну, вот теперь я не тороплюсь их вышивать. Потому что детки-то все равно выросли, да, взрослые. Уже какая разница им 20-25 лет. Сейчас я вышью или через 5 лет я вышью. Ну, в общем, когда-нибудь да вышью. Вот такая коллекция. Еще есть у меня два набора. Они как раз в маминой коробке. Я сейчас вам поставлю фотографии. Это котята. Котята в лукошке. Точно сейчас уже не вспомню, как называется этот набор. Но это не столь важно. В корзинке они или в лукошке. Но классный вообще набор. Очень сложный. Я это прекрасно понимаю. Огромный. Много цветов таких темных. Но он милейший. Эти котятки меня тоже покорили до глубины души. Вообще, у Dimensions я присматривала себе цветочные композиции. Натюрморты. И вот как раз одна из цветочных таких композиций мне очень понравилась. Это букет Мэри. Или для Мэри. Купила я его. Успела купить по старой цене в Леонардо. Представляете, уже не было вообще наборов Dimensions. И вдруг я вижу в Леонардо этот набор. С моей скидкой он стоил 1900, как сейчас помню. 2000 он стоил, но минус по карте скидка. И я смотрю наличие. И показывает наличие в Оренбурге. В нашем розничном магазине. Я тут же звоню туда и прошу отложить мне этот набор. Он там один. Я приезжаю и на кассе меня ждет этот набор. Они меня отложили. И я его купила. Представляете, это просто чудо какое-то. Нигде не было. Но в Леонардо один набор меня ждал. В общем, я именно его хотела. И именно его я нашла в нашем городе. Хотя у нас небольшой выбор Dimensions у нас в городе. Если есть магазины, то очень-очень дорогие. Поэтому я все заказываю через интернет. Что еще я хочу от Dimensions? Ну, единственное, наверное, что я хочу, это Дельфиниум и Пионы. Вот этот набор цветочный. Но он тоже на 18-й конве. Я даже думала, если я его куплю, заменю на 16-ю. Наверное, если когда-нибудь я захочу купить Dimensions, то я куплю именно этот набор. Просто потому, что мне нравится. Остальные сюжеты, да, они очень красивые. Но я не могу понять, почему мне не хочется скупить все. Вот если я, например, вижу чудесную иглу, мне почему-то хочется купить много. Даже золотое руно много мне, чего хочется купить. А вот именно Dimensions я почему-то не хочу купить все. Ну, вот я так думаю, что все, что я хотела, в моей коллекции есть. Но я не исключаю того, что появится еще что-то новенькое. Или у кого-то, у подружек я увижу какой-то интересный сюжет, когда они начнут его вышивать. И я захочу и куплю. В общем, вот так. Как я всегда говорю, если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Ну, нет у меня вот таких прям планов. И нет больших грандиозных планов. Ну, вот хотя бы, хотя бы один наборчик я планирую купить. Ну, и все. Чтобы мне не захотелось купить еще больше, пора заканчивать видео. Большое спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. И не забудьте перейти по ссылочке, посмотреть, какие перенаборы Dimensions пришли в магазин Мир Вышивки. Все есть в описании.